Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и хотел бы сегодня его посвятить решению суда по джакшу, которое вчера было озвучено в городе Семей, изложить свою позицию по этой ситуации и, собственно, о будущем, о переменах, которые, безусловно, произойдут в Казахстане. Итак, вчера суд отказал джакшу возможность выйти на условно-досрочное освобождение из 14 лет, которые ему были объявлены более 10 лет назад, приговорили его на 14 лет тюрьмы, он отсидел более 10 лет, то есть фактически более 2-3 срока. Даже за самые тяжкие преступления этот режим пускает. Как вы помните, был осужден за якобы подготовку и организацию убийства Алтымбека Сарсимбаева и его помощников, оппозиционного политика, Ержану Тимбаеву. Ержану Тимбаеву дали 20 лет, но он вышел из тюрьмы, не отсидев, и половины фактически срока. Убийство произошло в феврале 2006 года, и я сейчас точно, к сожалению, не могу сроки сказать, но Ержану Тимбаев, который написал признательные показания, что якобы он дал 60 тысяч долларов, чтобы Алтымбека Сарсимбаева убили, и признал, что он якобы являлся заказчиком этого убийства, его отпустили, и он вышел досрочно. То есть, вы видите, за организацию не одного человека, а нескольких человек убийств, Ержану Тимбаев был освобожден из тюрьмы. И Аджакишев был осужден на 14 лет, непонятно за что. Как он вчера в своем выступлении говорил, что он был приглашен или присутствовал на нескольких судебных заседаниях, и из которых он ничего не понял, что же ему инкриминирует. Потому что предварительное обвинение, которое ему предъявляли, что якобы он открыл офисы Каза Тампрома в Вене, это ему вменялось вину. Затем по телевидению везде говорили, что он, оказывается, продал урановое месторождение более 60%. Якобы эти урановые месторождения были проданы за бесценный каплязу. Все эти обвинения куда-то пропали. А пропали они почему? Потому что Каза Тампром, Джакшев, не мог продавать никакие активы. Все активы продаются по решению президента, по становлению правительства, в котором для того, чтобы такое решение было, собираются визы в Министерстве финансов, в Министерстве юстиции, в Министерстве энергетики. То есть огромное количество ведомств. Поэтому понятно, что эти обвинения просто тихо пропали. Но когда Джакшева посадили в тюрьму, вытаскивали неких свидетелей, они по телевизору говорили, обвиняли. Это вчерашние же его сотрудники, которые фактически под пытками сказали нужные слова власти. Но в суде эти обвинения просто рассосались, потому что их невозможно было ему инкриминировать. И поэтому общество не знает, за что же все-таки посадили Джакшева. Не знаю в том числе и я, который внимательно следит за всеми событиями, связанных с Джакшевым. Он мой ближайший друг, самый близкий друг. И это Назарбаев хорошо знает. Но я-то знаю, за что посадили Джакшева. Джакшева посадили за то, что он мой близкий друг. За то, что в 2003 году он участвовал в переговорах по моему освобождению. И только по выходу из тюрьмы, когда мы с ним ехали в машине, он мне стесняясь сказал, «Ты знаешь, меня принудили дать письменную гарантию о том, что ты не будешь заниматься политикой». Но я говорю, «А как ты мог такую гарантию дать?» Он говорит, «Ну, мне важно было, чтобы ты вышел. И это не имеет никакого значения. Считай, что ее нет». Ну, понятно, что если бы я знал бы, что его принуждает, я бы отказался бы от того, чтобы он давал за меня какие-либо гарантии. Он, зная это, просто поставил меня перед фактом и об этом мне сообщил только после того, как я вышел из тюрьмы. И я могу сказать, что в связи с тем, что у меня была ясная цель добиться смены политического режима, я скажу откровенно, это меня не останавливало, что он дал гарантию. И он не мог давать за меня гарантию, гарантировать мою жизнь, мои поступки. Ну, это смешно. Мы, да, близкие друзья, но мы каждый принимаем собственные решения, как действовать в жизни. Поэтому, конечно же, он сразу сказал, понимая все это, сказал, «Моя гарантия для тебя ничего не значит, ты даже не обращай внимания». И в 2003 году, в мае, я вышел из тюрьмы и немедленно начал заниматься снова политической деятельностью, но скрытно. До февраля 2009 года, пока у меня не захватили мой банк, я все время занимался политической деятельностью, финансировал политические партии, организовывал эти партии. Два года я жил в 2003-2005 годах в Москве, организовал партию «Демократический выбор Казахстана». И об этом знают сотни людей, и, конечно же, знал об этом Назарбаев. И пытаясь меня устранить в октябре 2004 года, физически Назарбаев ничего не добился, и в итоге был вынужден предложить мне приехать в Казахстан и возглавить свой банк. Еще раз повторяю, этот банк, банк Туранарем, я купил на аукционе в марте 1998 года за 72 миллиона долларов. И когда кто-то распространяет историю, что якобы Назарбаев дал порулить своим банком, они просто не знают историю. Итак, я возвращаюсь к Джекшу. Я продолжал заниматься политикой, и не считал, что для меня существует какое-то ограничение, но считал, что я должен делать это скрытно, потому что на мне была высокая ответственность, развитие партийной системы, организация оппозиционной работы требует серьезного финансирования. И поэтому очень сложно было заниматься и публичной политикой, и прямо бизнесом. Поэтому я занимался политической деятельностью скрытно, но все лидеры партийного движения, все известные люди, которые были в оппозиции к действующему режиму, безусловно, знали, что я занимался политической деятельностью, и безусловно, это знал Назарбаев и, собственно, сам Комитет национальной безопасности. Но, что называется, прямых фактов у них не было. Итак, я хочу несколько слов сказать о причинах посадки Джагишева в тюрьму. Он был очень успешным менеджером, он построил урановую компанию номер один. И, конечно же, ему мешали, конечно же, пытались взять под контроль эту национальную компанию, но это очень интеллектуальная компания была. И в урановом бизнесе в нашей стране на тот момент, наверное, никто не разбирался, вообще никто, кроме Мухтара Джагишева. И, собственно, это давало ему возможность управлять национальной компанией как можно автономнее относительно действующей власти. Он давал просто невероятные результаты. Сотни миллионов долларов налогов поступало в бюджет страны. Работал десятки тысяч людей вокруг Атомпрома. В самом Атомпроме большое количество людей работало. То есть он построил успешную компанию номер один в мире. Это просто невероятный успех. И поэтому это ему давало своего рода защиту. И серьезно в деятельность компании не вмешивались. И я могу сказать следующее. Да, сейчас говорят о том, что якобы там Путин мешал, Россия, там еще кто-то, потому что Мухтар Джагишев строил сильную автономную компанию, независимую. Я скажу, что это не так. Скажу со всей ответственности. Главная причина, почему Мухтара Джагишева посадили в тюрьму, это не то, что он дал гарантию в 2003 году. Нет, не это. Его посадили в 2009 году, в мае. А было так, когда я в феврале 2009 года находился в Лондоне, я успел за 4 дня до национализации банка покинуть Казахстан, уже понимая, что подвергнутся аресту. И мое имущество будет захвачено, потому что я не выполнял главное требование Назарбаева отдать собственность банка 50% акций безвозмездно. Это требование я не исполнял, находя разные оговорки, отговорки. Так вот, когда я покинул Казахстан, я, конечно, начал уже открыто действовать. Открыто действовать против Назарбаева. Если до этого я действовал через разных людей, через разные политические организации, как Алга-ДВК, партия ДВК, через различные средства массовой информации, то после того, как я переехал в Лондон, я начал действовать открыто. И в этот момент как раз наступила ситуация, когда цены на них сильно упали, активизировались какие-то негативные тренды в экономике. Назарбаев был смертельно напуган. Он был в панике, он умолял меня вернуться назад и говорил, давай хоть советникам. И в этот момент переговорщиком выступал Мухтар Джекшев. То есть была ситуация, Назарбаев звонил ему на телефон, с другого телефона Джекшев звонил мне, потому что Назарбаев боялся, что я его запишу при прямом разговоре. И поэтому переговорщик поставил Мухтара Джекшев. То есть Мухтар Джекшев брал телефон, разговаривал с Назарбаевым, клал трубку, разговаривал со мной. Вот собственно так шли переговоры с попыткой меня отодвинуть от политической деятельности, пытаться со мной договориться. Но я сказал нет. Более того, я настаивал, чтобы Мухтар Джекшев не участвовал в переговорах, потому что я очень хорошо знаю Назарбаева. И знаю, что в этот момент, после того, как переговоры будут неуспешными, а что они будут неуспешными, это я сразу понимал и знал. По сути дела он постарается ликвидировать свидетеля всего того, что прозвучало между мной и Назарбаевым. А прозвучало очень много. Мы откровенно говорили и о наших переговорах, о том, что он настаивал передать банк. Он был напуган. Он не хотел показывать, что лидер страны может пугаться, бояться. Он боялся, что экономический кризис, который в тот момент был, девальвация была национальной валютой, перерастет в политический кризис. Как он говорил, тогда будет ситуация, как в Украине, и у нас будет плохо. Им боялся потерять власть. Собственно, было сказано много чего через Мухтара, передано мне. И когда результат был отрицательный, он, Назарбаев, принял для себя решение посадить в тюрьму Мухтара Джакчева, как свидетеля этих переговоров. А затем просто уже всякие обвинения в догонку накидали. Накидали с разными обвинениями. Конечно же, я убеждал Мухтара Джакчева не возвращаться в страну, когда он приезжал ко мне на переговоры. Я единственное, что могу сказать. Он верил, что он действительно просто переговорщик, что он построил компанию номер один в мире, что он очень нужен стране. Он не верил, что Назарбаев расправится с ним. Это была его серьезная такая ошибка. Я, конечно, потратил огромные усилия, пытаясь его убедить противным, но он взрослый человек, он самостоятельный. Больше того, что я сказал, не мог и повлиять не мог. Я могу отметить его большое мужество, когда уезжая, он мне сказал, у тебя передо мной нет никаких обязательств. Ты действуешь сам, как считаешь нужным. Ну и, собственно, я тоже. Поэтому все дальнейшие движения, когда он вернулся в страну, когда Назарбаев его обманывал, звонил ему лично, звонил Карим Масимов, премьер-министр на тот момент, звонил ему Тимур Кулебаев, все его убеждали, что все прекрасно, все нормально, он может возвращаться. И вот, собственно, та, ну я не могу сказать наивность, но то доверие, которое все-таки определенное имел, видимо, Мухтар Джакшев к Назарбаеву, что он просто выполняет его просьбу, привело к тому, что Назарбаев расправился с ним. Многие не могут понять, а в чем суть политики, где политическая составляющая. И просто, скажем, многие просто не разбираются, считая, что сам человек должен прямо заниматься политикой, быть публичным политиком, и тогда есть мотив политического преследования. Политическое преследование бывает разным. Ну, например, взять пример известный Искандера Ерембетова. Его сестра, Бота Джердмали, была юристом, моим юристом. Она работала и в банке, помогала мне как юрист в разных процессах, затем работала как правозащитник. И чтобы добиться от нее показаний против меня, хотя, честно говоря, я не понимаю, зачем этим им нужны показания, они не имеют никакой ценности. Ну, вот, собственно, вот такой режим тупой. Они решили добиться, чтобы Бота Джердмали давала какие-то показания против меня, приехала в Казахстан, и когда она отказалась, то просто взяли в заложники ее брата, арестовали Искандера Ерембетова, пытали, били. И два месяца просто он был в жесточайших, сложняющих ситуациях и требовали от него, чтобы он сказал своей сестре вернуться в Казахстан. Так вот вам ситуация, когда человек Искандера Ерембетова не имеет никакого отношения, не занимался политической деятельностью, но политическая деятельность, фактически, на самом деле не политическая, но правозащитной деятельностью занималась Бота Джердмали или помогала мне, публичному политику, сразу возникла политическая составляющая. То есть, Искандера Ерембетова, который не занимался политикой, начали преследовать по политическим мотивам. Понимаете? Вот в чем суть дела. Джакшин в такой же ситуации. Он выдающийся менеджер. Он построил действительно мировую компанию, но он стал противником режима, стал противником режима, потому что он действовал самостоятельно, потому что он был переговорщиком между мной и Назарбаевым. Он передавал полностью слова Назарбаева в один в один. Он передавал мои встречные слова. То есть, фактически, он стал участником этой политической борьбы. Соответственно, преследование его носит политический характер. И не случайно, ООН вынесло решение с требованием его освобождения. ООН. Не случайно Мухтар Джакши во всех присутствует в резолюциях Европарламента и других различных международных организаций как человек-узник совести, политический заключенный. И таким же образом присутствует во всех резолюциях Искандер Иринбетов, который вчера не занимался политикой, но в реальности его преследуют по политическим мотивам. Вот, собственно, вот такая ситуация, чтобы вы ясно понимали ситуацию Джакши. Теперь по решению суда. Честно говоря, я вчера был убежден, что Джакшишек должен выйти. Убежден был по разным признакам, потому что ему дали третью группу инвалидности. Третья группа инвалидности предполагает, что человек уже не способен, не трудоспособен, не способен на фактически никакие самостоятельные серьезные действия. И в случае именно с Джакши, третью группу инвалидности, могли дать только по согласованию с политической верхушкой, а именно с Назарбаева. А до этого, когда в прошлом году ему отказали выходить на условно-срочное освобождение, третью группу инвалидности ему не давали. Поэтому, когда дали ему третью группу инвалидности, затем, когда так называемые представители Национального совета общественного доверия, НСОТ при Токаеве, начали публично озвучивать свою позицию, что Мухтара Джакшиева необходимо освободить, я для себя воспринял это как признаки, что он должен быть освобожден. Ну, вы прекрасно знаете, что такое НСОТ. Это во главе стоит мебель, и все люди, которые туда попали, они не имеют собственного мнения, может, за исключением буквально несколько человек. И вчера Сергей Дуванов правильно сказал, своими действиями эта власть показала, что она из себя представляет, она плюнула в лицо народу, она, эта власть сделала вызов гражданскому обществу, вызов, наплевав на мнение практически граждан страны. И здесь уже складывается, я думаю, для многих очевидная картина, с этой бандитской властью не может быть никаких переговоров, не может быть никаких диалоговых площадок. Если все те, кто себя лично уважает, будут присутствовать в таких организациях, как НСОТ, так называемая диалоговая площадка, это надо понимать, они проявляют полное неуважение к себе. Я не хочу комментировать весь состав членов диалогового площадки, так называемых, СОТ, 44 человека. Из них максимум несколько человек, которые действительно имеют какое-то свое собственное мнение и так далее. Остальные просто продажные люди, действующие в угоду власти, продажные были раньше, продажные сейчас, и будут в будущем такими же. Но есть несколько человек, которые каким-то образом туда попали, видимо, убедили их. Поэтому я согласен с мнением Дуванова, что все те, кто находится в этом НСОП, это, по сути дела, они предатели национальных интересов страны. Я хотел сказать бы следующее, что вчера на процессе Мухтара Джакши было довольно много людей, которые приехали со всех регионов страны. Из Ускмогорска, из Семея, из Чемкента, из Казаларды, из Алматы, из Астаны. Это я просто знаю, и можно отследить по фотографиям, которые были размещены. Довольно много людей приехало. Но суммарно на этом процессе, который, конечно же, был не открытый, а просто через телевизор, что называется, смотрели на Джакши, было приблизительно ориентировочно не более 150 человек. Хочу отметить, что когда несколько лет назад осудили Макса Бакаева и Талгата Аяна, и в Атарау вышло на митинг, на земельный митинг около 4 тысяч человек, на самом суде над Максом Бакаевым и Талгатом Аяном было максимум 20 человек. Это просто поразительно. Если бы к суду пришло хотя бы тысяч человек, две тысячи человек, то ясно, что ребята не были бы осуждены. А сколько же было? Было всего лишь 20 человек. В Атарау живет больше 200 тысяч человек, в области свыше 600 тысяч человек. Если бы на этот процесс над ними пришли даже полпроцента, это было бы 3000 человек. Я вас заверяю, что никакого бы суда не было, их бы срочно выпустили, наказали бы те, кто предъявляет какие-то обвинения, извинились бы перед ними, и все на этом закончилось бы. Многие меня спрашивают, что же делать вчера. Люди выходили с призывом, что нужно выходить на митинг и все прочее. Сегодня в 17.00 Сергей Дуванов выходит на одиночный пикет. Вчера Камила Шаканова объявила, что 26 июля она хочет провести митинг и в 20.00 завтра в Астане она выходит в одиночку и призывает к ней присоединиться. Я безусловно приветствую такие действия, приветствую и проявляю уважение и восхищение перед действиями этих людей. И хочу обратить ваше внимание на следующее. Вчера в семье впервые было около 150 человек на процессе над Мухтаром Джекшем. Это уважаемый человек во всей стране. Он за эти годы не сломался. Он мог встать на колени перед Назарбаевым. Мог начать поливать своего ближайшего друга. Я бы это все понял. Более того, я бы сказал бы, Мухтар, говори, что хочешь, говори, что я детей ем. Можешь что угодно. Это не имеет никакого значения, потому что я знаю, какой человек мой друг Мухтар Джекшем. Какой он уникальный человек. Но он не сделал этого. Для этой власти было бы не очень много нужно, для того, чтобы его выпустили. Достаточно было раскаяться, написать письмо Назарбаева, сказать, что какой ты великий. Затем выйти, дать пресс-конференцию, облить Мухтара Блязова грязью. Затем еще месяц, может быть, кидать камни в его сторону. И, собственно, власть бы в итоге прекратила бы преследовать человека. Как, собственно, было недавно со многими. И те, кто быстро ломались, я им сразу говорил, поливайте меня, как хотите. Мне это никак не набредит. Я имею решение высшего суда Франции. Меня могут обвинить, что я там 2 миллиона человек съел. Решение высшего суда Франции отменить невозможно. Что бы ни делала власть в Казахстане или в России или где угодно, это решение невозможно отменить. Поэтому я по любым каналам всегда передавал Мухтару Джекшеву. Ты можешь говорить, что хочешь. Он для себя выбрал решение, которое привело к тому, что он находится в тюрьмах более 10 лет. И он выступил как гражданин, как настоящий мужественный человек, который этот режим разрушил всю жизнь. Он для себя принял решение не сдаваться, не идти на поклон. Он ни в чем не виноват. И свою позицию он озвучивает четко. Вчера вы видели его выступление. Она ясная, четкая и понятная, осмысленная. Он прекрасно понимал, что его не выпустят из тюрьмы. Хотя бы потому, что была позиция генеральной прокуратуры, которые говорили, что он не раскаялся, не погасил ущерба, которого не существует. Сейчас власть наняла огромное количество нурботов, которые заваливают сеть сообщениями, что якобы было там несколько сот миллиардов тенге ущерба, из которых он якобы 200 миллиардов погасил, какие-то 99 миллиардов. Вы не верьте, все это вранье. Все люди, которые участвуют в травле Мухтара Джакшева, все те, пусть даже они мифические, но это живые люди, они являются преступниками, и все им это вернется. Мухтар Джакшев ничего не гасил, ничего не крал, это очевидно. И вот представьте себе, что вчера за всю историю страны пришло или приехало с разных сторон из других городов около 150 человек. Кажется, что это много по сравнению с тем, что было на суде с Максом Бакаем, где было всего лишь 20 человек. Или взять другие какие-то политические процессы. Да, это много, но, уважаемые друзья, в семье живет 350 тысяч человек. если бы вчера на этот суд пришли 1% от этого города, 1% это 3,5 тысяч человек. 3,5 тысяч человек, то если бы даже вчера не было принято решение об освобождении Мухтара Джакшева, то они приняли бы это решение буквально в короткие сроки, потому что вышло бы 3,5 тысяч человек в семье, даже не в областном центре. если бы в семье вышел 1%, 3,5 тысяч человек, то завтра этот пример был бы подхвачен многими другими городами. И власть пятилась бы назад, принесла бы извинения, дала бы компенсацию. Это касается любого вопроса. Когда выходят матери в одиночку, когда какие-то сотни или десятки людей выходят на разные протесты, и они не добиваются успеха только потому, что основная часть нашей страны молчит. Если выйдет даже один процент, это от 18 миллионов 180 тысяч человек. Все поменяется на следующий день. Когда кто-то в отчаянии говорит, что ничего невозможно изменить, когда люди в отчаянии просто не выходит, не поддерживает протестующих, конечно же ничего не изменится. Сегодня в 17.00 выходит Сергей Дуванов на пикет, завтра выходит Камила Шаканова. Многие из вас ищут героев лидеров, но любой лидер, так называемый, чтобы стал лидером, он должен заслужить авторитет, уважение со стороны общества. В нынешней политической системе любой человек, который достигает этих результатов, он изолируется этим режимом немедленно. Если некий мифический лидер завтра на каком-то митинге вдруг говорит я лидер, один, один лидер, то он немедленно будет арестован и этого лидера не будет. И выход в этом случае простой. Лидер должен стать каждый из вас. Сегодня вы можете быть свидетелями того, что на передний фронт выходят женщины. Посмотрите сколько женщин задержали. Оксану Шевчук четырьмя детьми посадили на два месяца. Жазеру Демеу и так далее. Все женщины вышли на передний фронт. Они дают пример всей нашей стране, что пришло время действовать. Если бы я еще раз повторяюсь, вчера в семье вышло бы хотя бы один процент от этого города три с половиной тысячи человек и вы увидели изменения. Я с уважением отношусь ко всем тем, кто выходит на одиночные пикеты, выходит с одиночными протестами и считаю, что успех будет только тогда, когда общество будет в состоянии их поддерживать. Поэтому, уважаемые друзья, кто готов поддержать Сергея Дуванова в 17.00 сегодня в Алматы или кто готов завтра в Астане поддержать Камилу Шаканова, я призываю это сделать, потому что действительно шаг за шагом вот такого рода протесты наращивают число противников режима и наступит момент, когда десятки тысяч людей выйдут на улицу и этот режим изменится. И только тогда будут перемены. Мы, как политические организации Демократический выбор Казахстана любую акцию будем готовить тщательно, будем заранее объявлять, заранее мобилизовывать людей. Мы организации, в которые входят десятки тысяч людей и мы будем действовать заранее все готовить. Но это не значит, что гражданское общество должно как-то критически относиться к таким акциям, которые проводят Сергей Дуванов или Камила Шаканова. Более того, именно они своими действиями будут пробуждать все общество. Поэтому, уважаемые друзья, перемены наступят тогда, когда каждый из вас начнет действовать. Когда вы станете рядом с Дувановым, когда вы станете рядом с Камилой Шакановой, именно тогда начнутся перемены. Те самые, которые 30 лет ждет наша страна. других вариантов нет. Ни апелляция к Западу, ни поиск лидеров не поможет, потому что только тогда, когда на улицу будет выходить десятки тысяч людей, только тогда изменится. Но это возможно тогда, когда такие решения вы примете внутри каждый из вас сами самостоятельно. Как принял это решение сегодня Дуванов выйти на пикет 17.00, а завтра выйдет Камила Шаканова. Спасибо за эфир. Уважаемые друзья, я буду еще раз выступать, комментировать события. Я уверен, что в этом году у нас есть большие возможности добиться перемен. Алга, Казахстан!